Вот организаторы этой конференции, узнав о том, что здесь проходит съезд, который занимается планами по поводу России, попросили разрешения, если мы не против, чтобы обратиться с приветственным словом. Коллеги, пожалуйста, микрофон, подходите, мы вас слушаем. Добрый день. Вы уже, наверное, все знаете, что мы из Украины. Но тем не менее, мы есть на сегодняшний день представители протестантских церквей Украины. И видно так, Всевышним предвидено, чтобы мы имели возможность такую, какую мы сегодня имеем. И приятно, что есть люди, которые понимают народ Украины, понимают все то, что творится в Украине, и всем сердцем желают помочь Украине. Мы вам благодарны. Вместе с тем, мы верующие люди, и мы понимаем, что над всем Бог, который создал небо и землю. И мы, верующие люди, верим в то, что Бог все делает ко благу, но все имеет свою цену. За все нужно платить. Кто-то в жизни своей положил, чтобы мы могли счастливо дальше жить. Чтобы дети наши, которые, кстати, и где-то на больших просторах наших соседей, то есть вас. И мы все желаем, чтобы с соседями жить хорошо было, чтобы мы уважали друг друга. И чтобы пришел мир, мир в сердца, мир в наши страны. И мы, чтобы Бог дал для нашего народа благословение свое. Я, вообще-то, я радиопроповедник. Я могу долго проповедовать. Но я хочу представить наших братьев, которые сегодня вместе есть. Есть из Западной Украины, есть из Америки, есть из Днепропетровска. Я думаю, они кратко скажут приветственное слово. Днепропетровска. Дорогие друзья, мир Божий всем вам, ваши сердца, ваши семьи. Мы очень не хотим, чтобы та беда, которая коснулась нашего региона и востока Украины, чтобы пришла к кому-то в дом. Я очень часто бываю в Донецкой области, на Херсонщине, в Запорожской области, там, где беда. Не раз занимался эвакуацией, не раз был под обстрелами. Знаю чуть-чуть на себе и на своей шкуре силу русского оружия. Но ни одного друга и знакомого потерял. И поэтому все эти обстоятельства отзываются болью в моем сердце. Но вместе с тем хочу сказать, что мы как украинцы, как украинцы, мы любим Россию. Моя жена с Магадана, ее отец военный. Поэтому я смело могу сказать, что я люблю Россию. Мы не хотим, чтобы было то, что есть сейчас. Мы делаем, что мы можем со своей стороны. Мы, правда, со всем уважением к соседней стране. Мы украинцы, я украинец, я роджин в Украине. Мы хотим остаться тем, кем мы есть. С любовью к вашему большому народу. Поэтому благодарны вам за то, что вы делаете то, что вы можете. Пусть Божий мир будет в ваших сердцах. Храни вас Бог. Проповедовал о милости Божьей. И то, что случилось, сложно понять. Почему и зачем. И кому это надо. Хотя, читая Библию, мы понимаем, что сердце человеческое – это зло. И война, а сколько воин в сердцах и в семьях – это всеобщая проблема. И смотря на это с точки Библии, со стороны Библии, со стороны Бога, мы понимаем, что всем нам нужен Бог. Без Бога нету мира. Без Бога нету счастья. И то, что вы пишете какие-то законы или конституцию, так бы хотелось, чтобы основанием этого был здравый смысл. А это Бог, это Библия. Много лет уничтожалась. И я строил дом молитвы в Сухобезводной, Нижегородская область, где наши деды и отцы отдавали свою жизнь только за то, что они верили. Когда их садили в вагоны, и один вопрос стоял, когда многодетная семья стояла – «Откажись от Бога, и ты свободен». И человек говорил – нет, я от Бога не отказываюсь. Плакали дети, плакали жены. И мы на это все смотрели, из этого мы вышли. И так бы хотелось, дорогие, чтобы человек в первую очередь остался человеком. А тогда все остальное. А когда человек не может быть человеком, что мы построим? И поэтому мы сожалеем, но есть что есть. И мы сегодня, и вчера, и позавчера с китайцами имели общение. И ваши друзья смотрели на нас как с китайцами. Да, с китайцами, но они такие, как вы. Это выходцы те, которых обижают, которых унижают. И они тоже переживают, они вкладывают, что могут в Украину. И задали один вопрос. А русским прощение есть? Прощение всем абсолютно. Всем абсолютно. Но только тем, кто кается. Абсолютно всем. Нет человека, которого Бог не простил бы, если человек к Богу приходит. Всякому, кающимися. И украинцу, и европейцу, и американцу, и русскому. Есть прощение. И наше сердце открыто для всех людей, тем более мы миссионеры, верующие люди, которые молимся за всех людей, потому что Бог пришел спасти людей. Коллеги, если можно, я буквально два слова скажу. Большое вам спасибо, что вы пришли. Это, наверное, действительно вот такое проведение. Мы оказались в одном здании друг над другом. И это очень, наверное, и символично. Спасибо вам, спасибо за все, что вы делаете. Я лично скажу, что когда я оказался в 2014 году вынужден на эмиграции, мне очень сильно помогла протестантская диаспора в городе Сакраменто, в Калифорнии. Вы их наверняка знаете. Там у них телевизионный канал большой, они выходцы из Донецка. Но они, в общем, стоят на стороне добра. И я это лично не забуду. И мы здесь вчера принимали как раз решение относительно свободы совести. Мы знаем, сколько много преследований по религиозным мотивам сейчас у нас на родине в России происходит. Один из основных ударов идет как раз по протестантской общине. Этого больше не будет. Мы приняли решение о том, каким образом это прекратить. И, конечно, я думаю, что меня все поддержат здесь собравшиеся. Мы верим в то, что примирение народов обязательно будет. Мы не знаем, когда оно произойдет, но оно обязательно случится. И большое вам спасибо, что вы сюда пришли и сказали те слова, которые сказали. А мы, в свою очередь, будем обязательно приходить к вам, пока вот эта мрачная, трагическая, кровавая страница нашей общей истории не будет перевернута. Мы обещаем, что мы это зло уничтожим, которое принесло кровь и смерть на украинскую землю. Мы обязательно это преодолеем, а вы всегда будете самыми желанными гостями в освобожденной России. Спасибо. Спасибо. Спасибо.